Привет, меня зовут Юра, это Автодеск и сегодня мы поговорим про BMW i3. Ну и сразу к самому интересному, к цене электрички. В Украине именно эта машинка стоит 21-22 тысячи, именно в этой комплектации. Мы же вам привезем такую за 17. Ну и по техчасти. Это электромобиль, который разработан полностью с нуля. Он построен на карбоновом монококе на двух швеллерах из дюраля алюминия. В борьбе за вес инженеры BMW решили сделать кузов пластиковым. Поэтому всякие разные автоподборщики с толщиками можете даже не подходить. На одном заряде BMW i3 проезжает от 150 до 250 километров в зависимости от комплектации. Также бывают модификации плагин, в которых есть бензиновый двигатель на 650 кубиков, который поддерживает работу электромотора. BMW i3 это пятидверный хатчбэк. И мне кажется, идею дверей они позаимствовали у Toyota FJ Cruiser или у Mazda RX-8. О комфорте заднего ряда. Здесь есть даже маленький подлокотничек. И я бы назвал это два типа подлокотника. Детский и взрослый. Потому что вот на подоконнике держать руку сильно удобнее. Также стоит заметить то, что инженеры позаботились и о заднем ряде. И в сидениях есть такая тканевая прослойка, куда можно упереть коленки и не переживать о том, что сильно надавит. Мой рост 180. Я сейчас сижу на пассажирском месте. И я вот вытянул ножки до конца и не достаю до пола. Очень комфортная машина, особенно для двух человек. Интерьер из комбинированной кожи с мешковиной дополняют вставки из дерева на приборной панели. И сразу к торпеде. Инженеры решили полностью отказаться от классических приборов. Вместо этого здесь стоят два экрана. Особого внимания заслуживает селектор переключения передач, который выглядит как, не знаю, рычаг запуска какого-то космического шаттла. Но самое классное, что есть в этой машине, это звук от Harman Kardon. И звучит он, поверьте, просто нереально. На этом все, друзья. Я напоминаю о том, что получить скидочку в размере 500 долларов вы можете всего лишь за то, что пообещаете выкладывать жизнерадостные сторис на наших автомобилях и тегать автодеск. Меня зовут Юра. Автодеск. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!